свежий номер одинцовской недели уже приехал в наш город из типографии обо всем по порядку развитие новых технологий все чаще ставят перед нами непростые вопросы один из них касается биометрии стоит ли бояться этой цифры как она работает и где может пригодиться мы подготовили полезный материал но и жителями пообщались узнали как они относятся к виртуальному новшеству я никогда не пользовался биометрии потому что не доверяю новым технологиям знаю что такое биометрия пользуюсь когда приходится ее собственно сдавать нету какого-то конкретного мнения доверяя я или нет но биометрии не пользуюсь хотя прекрасно понимаю что это такое просто не вижу необходимости поскольку я слишком мало так сказать пользуюсь всякими приложениями всякими там и прочими вещами не знаю не пользуюсь и вообще решила не пользоваться этим а почему не хочется сливать свои данные страсти в соцсетях по поводу работы автобусов накаляются целых 150 раз за октябрь жители пожаловались на маршрут из ромашкова в москву почему же общественный транспорт не всегда везет ответ на этот вопрос мы уже нашли а так ли все плохо решили спросить у горожан общественный транспорт очень нравится особенно московские 339 автобус а единственная у меня вот была проблема здесь прям совсем недавно я возвращалась с работы скажу честно не осталось недовольно 12 маршрутом я очень довольна потому что столько много автобусов и автолайнов и самое главное даже довольна кто водителями потому что другой раз не знаешь заходишь и говоришь а вот да да то до этой остановке я доеду да да едете если нет нет вежливые такие в общем я очень довольна и по моему впечатлению продуманы маршруты маршруты заполнены имеется ввиду и техникой и люди с удовольствием да ничего в общем-то ходят неплохо вечером правда редкого редкого то люди вообще-то немножко так утром днем неплохо всю прошлую неделю жители городка 17 пропадали то свет то вода то отопление а то и вовсе все сразу как будут лечить сезонную лихорадку расскажем в материале оплата долгов за услуги жкх неизбежно иначе в гости придут судебные приставы об этом рассказал михаил каратаев прямом эфире о тв а еще сообщил о подготовке к отопительному сезону и борьбе с серыми вощиками юбилейный концерт одинцовского эстрадно симфонического оркестра под управлением андрея балина зажег на сцене заречья увлекательный репортаж десятилетия виртуозов уже ждет своих читателей об этих других новостях читайте в свежем номере одинцовской недели бумажный вариант газеты можно взять на фирменных стойках электронную версию прочитать на сайте с вами была олеся лукина до встречи м 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